Привет, друзья мои! В этом видео я рассказываю о том, как же научиться петь фальцетом. И что очень интересно, все ищут громкий звук, высокий звук, толстый звук, мощный звук. Казалось бы, фальцет так просто достичь и так просто им петь. Я заметила, что по природе, людям, которым дано от природы петь высоко, мощно, грудным звуком или легко миксовать его на высокой части диапазона, для них как раз представляет особую трудность найти этот фальцет, о котором мы сегодня говорим. Потому что фальцет, он как бы не прикреплен к телу. Это звук, который я его называю дух. Это не тело, а дух. Вот этот дух, который живет в каких-то духовых инструментах, например, во флейте, вот как раз его таким от природы мощным голосам найти нелегко оказалось. Так что все мы разные, у всех разная природа. И поэтому, конечно же, приходится узнавать постепенно свой голос, знакомиться с ним и предоставлять ему возможность работать в разных режимах для того, чтобы его научить и для того, чтобы он открылся во всей своей красе со временем. Так, сегодня мы ищем наш фальцет. Тех, у кого фальцета пока нет, или он очень слабый и непонятно, как с ним работать, я посоветую несколько упражнений, а также несколько, я их называю трюками, вокальных приемов, через которые этот фальцет можно достать. Фальцет, как вокальная краска, замечательно передает интонации нежности, интимности, какой-то искренности в вашем произведении, в вашей песне. Сэм Смит, сам певец, очень часто использует такой прием, как скольжение между натуральным диапазоном своего грудного регистра, микста, и обязательно всегда, вот у него во всех песнях прослеживаются вот эти ходы наверх с использованием фальцета, такого вот тонкого, утонченного скольжения. Известная тема Фредди Меркури, который поет в богемской рапсодии, постоянно у него тоже в голосе, во многих произведениях он включает фальцет как специальную краску, которая добавляет такую слезинку, какую-то ломкость души в этот момент, в момент переживания. Самый известный кусок, да, вот такой эпизод. И, например, у Адели она поет в своей известной песне, тоже постоянно навешивает такие фальцетные эпизоды наверху. И здесь начинает. И поэтому сегодня, говоря о фальцете, я прежде всего хочу, чтобы вы нашли его не для того, так сказать, не ради спортивного интереса, а для того, чтобы в вашем исполнении, в вашей природе исполнительской появилась вот эта замечательная утонченная фальцетная краска. Как же нам его найти? Первое. Фальцет – это широкое горло. О том, как петь на широком горле, я расскажу в другом видео. Обязательно его найдите на канале и посмотрите. Потому что это низ. Вот широкое горло – это его земля, да, вот это его база фальцет. И когда мы используем фальцет, мы как бы с этим широким горлом просто идем наверх. Создав свое широкое горло, я… еще у меня есть такой термин – пойте позади звука, пойте без голоса. Потому что первоначально, когда люди занимаются вокалом, прежде всего им хочется как бы обязательно впеть, обязательно звучать, обязательно показать, что голос-то у меня есть. Представьте, что у вас два проводка. Они включаются и соединяются. И создается звук нормально речевой или же вокальный звук с телом. Я его называю – с телом. Традиционный звук, простой. Теперь мы попытаемся спеть, разъединив эти два проводка. Это очень неудобно, потому что это запрашивает у вас как минимум в два раза больше дыхания, чтобы заполнить эту дыру, которая здесь образовалась. Шланг у нас теперь довольно широкий И поэтому воды нужно больше, чтобы фонтан фонтанировал Я держу своё горло, как бы раскрыто Как будто я сейчас могу зевнуть Или могу заплакать И всё это я делаю на открытом горле Что я как бы позади своего голоса Позади своего звука говорю И что самое интересное Когда вы будете репетировать и искать свой фальцет Я бы порекомендовала вам использовать гласные У и И На этих звуках проще всего найти фальцет Потому что У сама по себе уже напоминает трубку, флейту И поэтому сейчас репетируя с У Давайте обратим внимание, что у многих даже с У не получается фальцет Почему? Потому что у них верхняя губа недостаточно хорошо Накрывает эту трубочку У-у-у-у-у-у-у Вот обязательно, если у вас губа такая, как сказать, сопротивляется, не хочет в инструмент превращаться, да, по-прежнему остаётся человеческой губой, давайте тогда на неё наложим такой лимитер. Губы сделаем, соответственно, трубе. И теперь, что интересно, ища фальцет, мы будем слушать не себя, у, и, а будем слушать себя вот с этой стороны, со стороны, которая уже как бы голос вышла отсюда, мы вот оттуда ловим и слушаем. У-И-У-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-ХУ-Х И таким образом вы пытаетесь, первое, отстраниться от своего речевого звука и снять замок. Позади голоса начинаете звучать. А потом, если это не помогает, то создаете такой искусственный инструмент, который провоцирует вас на то, чтобы ваш звук был духовой, а не человеческий. Если «у» начало получаться, в эту же дудку мы вкладываем «и». И замечу, что в этом «и» у меня, смотрите, как усы висят. В этом и нет улыбочки Потому что это улыбочка для другого Это механизм для поиска совершенно другого звука Не забывайте, что обязательно вашим мерилом правильности звучания будет ваша диафрагма Задуваю из диафрагмы, накачиваю воздух в мою трубку Пытаюсь пробежаться по нескольким звукам Если это уже начало получаться Если нет Держите свою флейту прямо перед собой Если это не помогает Еще что я советую своим студентам Ищите отзвук от стен Если у вас правильный фальцет Обязательно вы услышите маленькое эхо от ваших стен Это значит правильно Диафрагма дала порцию воздуха И она выброшена была через свободное горло Открытое горло Вот таким образом И последнее, что я хочу сказать о фальцете Что если Вот я уже сколько, наверное, набрала Три или четыре Таких визуализаций Или три или четыре таких метода По которым вы сможете нащупать свой фальцет И установить с ним связь творческую И последнее, что помогло одной моей ученице Которая ну ни в какую просто вообще у нее не получалась У нее очень хороший природный белт И очень отличный просто микс Очень высокий звук Огромный непостижимый совершенно в 15 лет диапазон Но при этом фальцета нет Вот что ей помогло в конце концов Это зажигалка Она очень испугалась, когда я перед ней вынесла вот такое пламя И потом мы сделали эксперимент В фальцете звук словно подвернут Он словно поет в вашей голове И он заполняет вашу голову Вон, свет погас Словно заполняет вашу голову Изнутри, опять же, вы наполняетесь звуком Вы его не выдуваете, а вы им заполняете себя Поэтому что получается с фальцетом? Правильно сформированным фальцетом У-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и звук, вы хорошо координируете воздух и голос и звук, то фальцет будет как раз внутри вашей головы находить себе место и там звучать. И только отзвук от него будет уже процессированный хороший звук, полноценный, выходить наружу. Ну что ж, я думаю, что это вам поможет. Я желаю вам удачи всяческой. И если все еще остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Увидимся в следующем видео.